Чемпионат мира по супербайку 14 автодромов в 12 странах мира на трех континентах Почти 3000 километров на мотоцикле на грани человеческих возможностей 100 лучших мотогонщиков со всего мира 8 производителей самых быстрых мотоциклов 1500 тонн оборудования, сотни инженеров, тысячи механиков Миллионы зрителей по всему миру И всего одна минута на подиуме В этом месте концентрация энергии на квадратный метр площади Сравнимы разве что с ядерным взрывом Натянутые как струна нервы Могут порваться в любую секунду Балансируя между безумством и оправданным риском На мотоциклах стоимостью несколько сотен тысяч евро Только так становятся чемпионами мира по супербайку Это спорт наивысших достижений Здесь важен каждый шаг, каждое движение Все люди работают как единый механизм Эту минуту на подиуме одного пилота Годами куют десятки тысяч человек В конце августа 2012 года Чемпионат мира по супербайку впервые проходил в России Сильнейшие гонщики планеты соревновались на новом автодроме Москва Рейсвейд И у нас появилась уникальная возможность увидеть Как работает этот механизм изнутри Гонки это уравнение В одной части которого победа А в другой множество неизвестно И главный икс в этом уравнении Шины Для всех команд шины поставляет один производитель Но на каждую гонку Перелли привозит несколько видов этих шин И угадать какую резину Какой комбинации И на какой отрезок гонки ставить на мотоцикл И называется Найти главный икс в этом уравнении Мы попробовали Например СЦ2 У нас не очень хорошо на нем Время не очень хорошее Не очень хорошо сохраняется покрышка Соответственно мы попробовали другой компонент Он получше Попробовали проехать много кругов Чтобы проверить сколько выдержит кругов эта покрышка Чтобы понимать вообще на гонку хватит или нет Ну и соответственно Вот уже пришли к какому-то выводу Перед нам нужен помягче Потому что сейчас квалификация будет Буквально там Три-четыре быстрых круга надо сделать Соответственно Чтобы держак так называемый был получше Берем перед помягче А зад Так как будем менять часто Берем и жесткий и мягкий состав Вот и все Здесь секрет Что может быть проще обычной шины На первый взгляд Это формованный кусок резины Но не все так просто как кажется Когда мы говорим о дизайне шины Мы говорим о целом проекции Шина это смесь более 70 элементов Вы видите что-то черное и круглое Но внутри очень много компонентов Много различных составов Более чем 20 составов внутри шины И все это должно быть правильно скомпоновано Чтобы получить хороший продукт И когда мы говорим Что предлагаем различные решения для гонщиков Мы говорим что все наши три различные шины По-разному скомпонованы Это нужно чтобы получить Разную производительность Для команд и шинного гиганта Чемпионат мира по супербайку Это симбиоз Пилоты получают лучшие шины А Пирелли Используют гонки как лабораторию Для новых разработок Работа шины в предельном режиме Лучший тест для их продукции А отзывы гонщиков Позволяют постоянно улучшать шину Ведь продукция которую Пирелли Предоставляет командам Потом попадает и на прилавки Обычных магазинов Наш девиз Мы продаем то на чем гоняемся И мы гоняемся на том Что продаем Мы всегда меняем наши составы резины В течение года Обычно мы разрабатываем 35-40 различных решений И если мы понимаем Что например новая шина СС-1 лучше чем та же шина Которая продается в магазине На следующий год Эта новая шина СС-1 Попадет на прилавки Для Пирелли гонки Это полигон для испытаний Отношения между командами И поставщиком шин Нельзя назвать простым бизнесом Команды платят вступительный взнос За участие в чемпионате В него включена и резина Они не платят за каждую шину отдельно Все шины которые приезжают на автодром Должны быть возвращены на фабрику Новыми или использованными Для анализа А я сижу тут и считаю Чтобы все шины были выданы и возвращены Как и спортивные команды Пирелли не останавливается В своем развитии ни на секунду Чтобы постоянно улучшать свои шины И давать гонщикам только самое лучшее На автодроме во время гонки Работает целая армия шинников У нас работает 12 человек на сервисе Разбирают, собирают И балансируют колеса Еще у нас здесь присутствуют инженеры Которые работают с пилотами в боксах Также есть наши химики И еще люди которые разрабатывают шины Они тоже здесь Они следят за свободными заездами и гонкой Чтобы получить правильную информацию от пилотов И обеспечить контакт с инженером Сейчас мы в технической зоне Пирелли Здесь у нас два шатра Две технические зоны Справа от меня техническая зона Для мотоциклов Суперспорт А другая для Супербайка Каждая такая техническая зона Может разобрать и собрать Более двухсот колес в течение часа Это довольно много В каждой из них стоит по четыре станка Для монтажа шин Которые работают одновременно Как вы видите У нас в технической зоне Семь грузовиков На каждый этап Мы привозим примерно пять тысяч покрышек Из которых используется примерно две тысячи за одну гонку Почему так много? Потому что мы обычно предлагаем пилотам Более чем одно решение Примерно три-пять различных вариантов передних покрышек И три-пять вариантов задних И конечно промежуточные и дождевые шины На каждый этап Поставщик шин привозит строго определенное количество резины Для каждого пилота Команда должна не только выбрать себе составы Но и правильно распорядиться этим выбором Если потратить все предоставленные шины раньше времени То финиш гонки для пилота может стать непредсказуемым Для московского этапа чемпионата мира Компания Пирелли разработала специальную шину Обычно мы используем один состав резины в одной шине Но сюда мы привезли двухкомпонентную шину Боковые зоны это SC1 А центральная секция это более жесткий состав SC2 Это новая трасса Асфальт очень агрессивный А также есть две очень длинные прямые С резким поворотом между ними Где будет очень жесткое торможение И это может очень сильно повреждать покрышку То есть причины две Агрессивный асфальт И конфигурация автодрома Автодром это поле битвы До старта и после финиша Все гонщики добрые друзья Или просто приятные парни Но когда гаснут огни стартового светофора Все остальное уходит на второй план Неважно кто ты и как выглядишь Ты должен быть быстрее всех Даже если пять минут назад Вы с соперником пили кофе И болтали о погоде Ты выезжаешь на трек Все, стоишь, все Смотришь Народу Старт А гонка, она и есть гонка Твои соперники, они и есть соперники Ты когда выезжаешь Ты уже не видишь, что вокруг Ты вот вообще сконцентрирована На том, что впереди Кто сзади Как работать тебе надо будет Как следить за временем Которое тебе будут показывать За преимуществом, отставанием За всем этим Не нужно такого, что ты едешь А там сам смотришь на трибуны Как я, ничего Или там идет трансляция Камера тебя снимает Тут надо Я сейчас тут с коленом пройду Едешь, думаешь Вот, сейчас я его догоню Есть шанс Тебе показывают Там отставание Есть, сокращаешь, сокращаешь Не успела Не обогнала Все равно красотка Спортивная борьба Это борьба по правилам И следить за этими правилами Призваны судьи Это центр управления гонкой Рабочее место директора И его небольшого коллектива В зале контроля гонки У меня 20 мониторов И мы видим все, что происходит на трассе И мы можем принять решение Остановить гонку Или остановить свободный заезд Или назначить штраф кому-то из гонщиков В общем, делать все, чтобы контролировать Все происходящее на трассе В течение всего этапа Оперативную информацию Команда директора получает от маршалов Так называют тех, кто работает на трассе Обычно маршалов мы приглашаем из местной мотофедерации Так как мы в России У нас российские маршалы Но так как это первая гонка в России Нам пришлось усилить российский судейский корпус Итальянскими маршалами Визуальный контроль трассы Нужен для соблюдения правил и безопасности Основной смысл гонок Борьба за доли секунды И весь контроль времени Происходит в этой небольшой комнате Каждый мотоцикл оборудован датчиком На треке несколько приемников С них-то и получают информацию хронометристы гонки Здесь находится оборудование Для контроля результатов всех мотоциклов Находящихся на трассе Это данные, которые мы посылаем на автодром Их видят все команды в боксах, на мониторах И по ним они могут следить за выступлением пилота И официальной классификацией гонки в любое время Эти ребята контролируют линию финиша Это главная точка на автодроме Так как именно пересечение линии финиша Это и есть официальный результат Здесь два рабочих места Одно из них запасное Если что-то случится на основном посту То мы можем быстро переключиться на запасной Это ядро всей системы Система получает данные с линии финиша И данные с промежуточных точек на трассе Эти судьи контролируют всю трассу И они работают с дирекцией гонки И могут связаться с любой командой по рации Еще одна позиция Это производство графики для телетрансляции Здесь два оператора, которые работают раздельно Каждый над своей задачей Они также связаны с директором гонки Чтобы набирать сообщения дирекции В графику на телевидении Ты чемпион мира Или стартовал в супербайке впервые Это не важно Правила едины для всех И за их нарушения Все получают штрафы Одинаково Мы контролируем скорость на пит-лейне Потому что превышение скорости Может быть очень опасно Там действует жесткое ограничение Мы полностью контролируем Весь пит-лейн отсюда Еще одна система Это контроль фальстарта У нас установлено много камер Которые направлены на каждый мотоцикл И одна камера направлена на стартовый светофор Мы записываем данные со всех камер Синхронизируем их И можем просмотреть и проверить Если кто-то из гонщиков допустил фальстарт Правила супербайка таковы Что если был фальстарт То гонка должна быть остановлена Загорается красный светофор И старт проводят снова Мы проверяем это с помощью камер Как бы четко не была организована безопасность на трассе Гонки есть гонки Соревнования Это всегда управление мотоциклом на пределе И переступить предел собственных возможностей Обычное дело для пилотов Массимо Карбашио Уже более 20 лет Возглавляет мобильную клинику супербайка У нас есть один анестезиолог-реаниматолог Один ортопед Четыре физиотерапевта И один рентгенолог Этот грузовик путешествует вслед за чемпионатом мира по супербайку Он полностью оборудован всем необходимым Что может потребоваться врачам в случае неприятностей на трассе Это сердце мобильной клиники Это старое рентгеновское оборудование Но оно очень важное В течение нескольких минут Я точно знаю, сломано что-то у гонщика или нет Если я пошлю пилота на скорой в местный госпиталь Пройдет 3, 4, 5, 6 часов Чтобы он вернулся И он не сможет продолжить гонку В течение 10 минут Я уже буду знать Сломано у него что-то или нет Если это небольшая травма Немного анестезии И спортсмен снова может ринуться в бой Но эта клиника, оборудованная по самым современным стандартам Необходима не только в экстренных ситуациях Она помогает пилотам их избегать Вот, очень важная работа Очень важная Все гонщики любят массаж Это здорово между первой и второй гонкой Или перед первой гонкой Прийти на массаж Чтобы расслабить мышцы Расслабить сознание Подумать о гонке Все остальное, кроме массажа Что вы можете здесь делать Не так здорово Если вы здесь не для массажа Значит вы попали в аварию Но мы часто приходим сюда просто развлечься У них очень вкусный кофе Какая-то еда Здесь ты можешь спрятаться от гонок Расслабить голову Снять с себя напряжение Для меня очень важно Чтобы мои сыновья, гонщики Были здесь, как в семье Мой Леон Я был доктором его отца Я знаю их с детства Они знают обо мне все Я знаю о них много Каждый раз выходя на старт Все пилоты знают Кто-то упадет Кто-то из них Не доберется до финиша Падение может случиться с каждым И с новичками И с опытными бойцами От травм не застрахован никто Для меня лично Очень важно знать, что они здесь Они со мной По всему миру И если у тебя травма Ты не один Когда у меня была серьезная травма В Японии Я попал в госпиталь И могу сказать Мне было непросто Но со мной был итальянский врач И это позволяло мне Чувствовать себя в безопасности Потому что я знаю Они всегда пытаются сделать все возможное для нас Для спасения Я могу сказать, что я не понимаю Как вообще можно гоняться без них Можно бесконечно рассуждать О спортивных результатах Опасностях Скоростях И обгонах Но без зрителей на трибунах Все это не будет иметь Никакого смысла Супербайк Это шоу Большое представление для зрителей По подсчетам организаторов Московский этап чемпионата мира Посетили более 30 тысяч человек Фанаты супербайка Это мотоциклисты Те, кто использует мотоцикл Шоу, которое вы видите здесь Вы не увидите нигде больше И очень важно Что гоночные мотоциклы Очень похожи на обычные мотоциклы И гонщики такие же, как мы Простые люди Кто ездит на мотоцикле каждый день Очень здорово Когда ты чувствуешь запах бензина И когда ты можешь слышать Настоящий звук моторов Очень здорово Когда ты рядом с трассой Ты действительно чувствуешь Старт всем своим телом Это не передать словами И, конечно, телевидение Это экран между тобой и гонкой С пяти лет мне нравились мотоциклы Я смотрела по телевизору Мотогонки И как только я смогла себе позволить Купить мотоцикл Я тут же его купила И с тех пор Это самая большая любовь В моей жизни И я не могу представить себе жизнь Без мотогонок и людей Вокруг этого мира Когда итальянская журналистка Фиометта Лагуидара Узнала, что в календаре Супербайка 2012 года Появился этап в Москве Она очень захотела его посетить Новая трасса Первая гонка Свежие впечатления И как настоящий фанат Мотогонок В путь от Рима до Волоколамска Она отправилась на мотоцикле Прилететь сюда на самолете Было бы слишком просто Слишком быстро Ты даже не почувствуешь Что путешествуешь Для меня единственный способ Путешествовать на мотоцикле Ты останавливаешься В каком-то месте И видишь все вокруг себя Если ты едешь на машине Ты закрыт Ты не видишь Что происходит вокруг Не чувствуешь Сомнений Ехать или нет Не осталось Когда в попутчике Напросилась ее мама Мэрия Грация Ее не испугало Ни огромные расстояния Ни то, что эту дистанцию Придется преодолеть На мотоцикле Совершать безумные поступки В 79 лет Куда приятнее Чем в молодости Вот ее девиз Мама раньше была в России Очень давно До того, как я родилась Примерно 50 лет назад Вместе с моим отцом Он тоже был журналистом И она захотела Вернуться сюда еще раз Чтобы увидеть Как изменилась Москва Так она решила поехать Со мной на мотоцикле 3300 километров От Рима до Москвы Мы потратили на дорогу Пять дней В первый день Нашего путешествия Мы проехали 1100 километров За один день От Рима до Вены Время от времени Я останавливалась И спрашивала маму Не устала ли она Она говорила Нет Поехали дальше Это как будто Ты сидишь перед телевизором И смотришь Что происходит вокруг Ей все понравилось Она очень довольна Нашим путешествием Мама очень любит мотоциклы И супербайк Она поклонник Макса Бьяджи Я тоже И мне еще очень нравится Леон Хезлам И я не знаю Мама Нет Сердце моей мамы Принадлежит только Максу Бьяджи Жан-Карло Фалаппа Живая легенда Супербайка Мотогонки Занимают Всю его жизнь Без остатка Я большой фанат Супербайка И супербайк Большой фанат меня Жан-Карло Закончил свою карьеру В супербайке В 1994 году Но не по собственной воле На тестах Нового мотоцикла Дукатти В Италии Он попал В страшную аварию И 10 дней Провел в коме Медикам пришлось Буквально Собирать его По частям Но он не только Смог вернуться К жизни Но и остаться В супербайке Супербайк Это в первую очередь Спорт Спорт Это всегда спектакль Я приезжаю сюда На моем доме Я нахожусь здесь Но смотрю гонку По телевизору Но это совсем Другие ощущения Когда ты находишься На автодроме Четверг Пятницу Субботу И воскресенье Для него Мотогонки Это образ жизни Он путешествует Вслед за супербайком На своем кемпе Его жизнь Полностью состоит Из гонок И мероприятий Проводимых команды Дукатти Это мой дом Мой мобильный дом Я не хочу Никакого другого В Италии У меня есть Обычный дом Там живут Моя мама Папа Моя собака И моя кошка Я продал Родительский дом И пригласил их Жить в мой дом Чтобы свободно Путешествовать По миру А они бы сидели дома Джан Карло Проводит дома В Италии Всего 5 дней в год Остальное время Он в дороге И всегда за рулем Его мобильного дома Только он сам Его дом Его крепость Его транспорт Из Дукатти-клуба В Норвегии Осло В Дукатти-клуб В Греции 5800 километров Без сна Два дня И две ночи Я ехал И пил Редбул И не спал Это было необходимо Потому что я должен был Обедать в норвежском Дукатти-клубе Восло А через два дня Был обед в греческом Клубе Дукатти Для меня обычное дело Путешествовать На моем мобильном доме Я не гоняюсь сейчас Почему я должен Добираться на самолете А потом еще нужен отель Это не дело Слишком много денег Ни за что Чемпионат мира по супербайку Это сложный механизм Пилоты Механики Зрители Миллионы людей По всему миру Вовлечены в этот процесс Для меня Большое открытие И большое счастье Это люди Можете представить Как сложно Сделать Такое Большое дело А кто его делает? Делают люди Делают люди Человеки У которых горит глаз Бьется сердце Чемпионат мира По супербайку Это не пилоты Ни мотоциклы И даже не зрители Это спорт Наивысших достижений А наивысшие достижения Начинаются там Где объединяются Сразу несколько компонентов Увлеченные люди Общая страсть Одна цель Максимальный результат Все это Чемпионат мира По супербайку Наизнанку Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok